Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Прошел опять целый месяц, сколько я не снимала. Я знаю, что почти всем вам неинтересны мои оправдания, но тем не менее, это была сессия и заслуженный отпуск. А сегодня у нас не очередное видео об обновлении. Сегодня будет первое видео из категории «Покатушки с сеструшкой». Или просто «Покатушки с сестрой». Потому что сегодня участницей моего видео будет моя соклубница и моя сестра, можно сказать, уже почти кровная, но вообще просто названная. Флэки! Всем приветики! Да, может, не выгляду, у тебя и так слышно. В игрушке ее имя Мидея, но, разумеется, Мидеей я ее называть не буду, а просто Юляша, Флэки, Мишка, да, тоже Мишка. Просто Мишка. Да, просто Мишка. Значит, она у нас любительница магических конях и вообще шо потяжелее. Поэтому по сравнению с ней я буду сегодня маленьким и худеньким. Значит, у нас вышло обновление, несколько обновлений. Так как я не снимала целый месяц, мы сейчас немножечко вкратце все это обозрим. Ну, точнее, просто расскажем, потому что все, что я сейчас буду говорить, в принципе, вы уже знаете сами. Значит, пригласи друга в свою конюшню. Это видео, в которое оказалось, кстати, 400-е игровое обновление. Прямо написано, что обновление «Пригласи друга» — это 400-е обновление игры. Ты попробовала это. Как тебе то, что можно пригласить человека в игру своего друга, соклубовца, сестру, брата, мужа, жену, кто кого и затаскивает в СССР? И ты остановилась. Миша, ты остановилась в СССР. Ну, ладно. Ну, что я могу сказать? Первое, что ко мне пришло в голову, это залезть в Даналин гардероб. Да, в Дашин. Дашин гардероб. И одеть свои вещи. Это звучит так, как будто она с тып взяла у меня одежку. Ничего я у тебя не тып взяла, не надо. Я всего лишь взяла свои вещи, которые лежали у тебя в гардеробе. Чтобы они там могли делать. Да, функция очень прикольная, на самом деле. Это позволит многим ребятам, кто снимают роллки всякие, видосы, сериалы. Сейчас же, ну, вообще, их всегда было много людей в СССР, которые этим занимаются. И тут, то есть, они могут в настоящей конюшне, вот в этой нашей шикарной конюшне, снимать теперь такие видосы, делать фотосессии крутые. По-моему, это очень круто. Вообще, очень приятно. Так, это было именно конкретное обновление. Сейчас я, правда, проверю. Может быть, там еще что-то было в этом обновлении. А то я, если честно, уже не помню. Так, пригласи друга, пригласи друга. Рыбный пруд. Так. Ага, значит, ты же знаешь, что сейчас праздник в СССР? Солнцестояние или как-то так? Во, короче, там рыбный прудик. Если в нем рыбачить каждый день, то... Ну, каждый день можно получить из него случайную награду. Это может быть угощение или часть нового летнего наряда. Опа-на! А я не знала. А я не знала, что в этом пруде можно вообще наряды вылавливать. Ну, я просто не читала целиком всегда обновления. Ну, пока вот была сессия. Отпуск. Всего можно собрать 10 роскошных предметов. Чего же ты ждешь? Пойдем на рыбалку. Миша, у нас до 24-го время еще есть что собрать. За один день. Что? Пойдем рыбачить? Давай попозже чуть-чуть. Да, пойдем. Я что делать? Так, собственный венок. У меня все эти венки есть. А так, вот на этом празднике можно подойти, взять задание, насколько я помню, собирать цветочки, а потом из этих цветочков собрать 7 венков. 7 венков или для себя, или 7 веночков для твоей лошади. То есть оно и надевается вот так вот через ушко. Венок из цветочков. Там их несколько разных цветов. Там подсолнухи, потом лаванда еще какая-то есть. И все так. Да, я обычно лаванду одеваю. Хотя вот я сейчас поняла, что походу у меня есть все венки для себя. А вот для конях походу нет. Так что нам, видимо, все равно придется топать на праздник. Ну, почему бы и нет. А так мне... Так, значит, сегодня... Вот так, это было то, что на прошлой неделе. Точнее, на позапрошлой неделе. Обновление прошлой недели. Это маршрут конкура Петунии из клуба Бульдоги. Систра, у тебя доступно это задание? Вот я сейчас куда еду. Вот у девочек сидит на лошади. Вот лично у меня. Ну, сверху, да, там висит. Мне вот. А, есть, да. Все, хорошо. Так, давай в группу добавим, а то чтобы не теряться. Так, значит, почитаем. Что это такое? Петунии очень понравилось недавнее соревнование по конкуру в Морлэнде. Значит, она просто организовала такое же событие, только здесь. То есть, просто в другой местности. Ну, и, может быть, расстановка препятствий другая. Кстати, тебя очень долго не было. В Манеже новые препятствия. Ты помнишь? Нет, нет, не помнишь. Короче, в Манеже поставили новые модельки препятствий. И почти эти же модельки сейчас мы увидим. И даже лучше и круче. Которых в Манеже нет. Так что, давай просто возьмем и пройдем гоночку. Так, привет, Дарья. Юляша. Это я, Петунини из конного клуба Бульдоги Эзепоны. На следующей неделе я участвую в соревнованиях по Тейборе в Бувисте. Поэтому мы с Росби Вуфом должны быть в наилуч... Росби Вуфом? Это конь так называется? Ничего себе. Вот бы здесь. Нам бы такие имена лошадям. Наш клуб в основном специализируется на исландских лошадях. Так что у нас мало снаряжения для прыжков. Вот почему я пришла в конюшню Юрлика. Чтобы потренироваться с лучшими из лучших. Герман помог мне организовать тренировочный маршрут. Ну, в общем, да. Это все то же самое, что устраивала Линда в Морланде. Да, она такое устраивала. Ну, просто ты не всегда с нами. Да. Хей-хо, Раптора. Чего? Хип-хоп добавит твоей лошади прыгучести и удачи. У тебя музыка включена? Сейчас включу. Похоже... Да, тоже как бы. Давай ты тогда. Именно музыка в игре включена, потому что я очень часто... облажаюсь на том, что я забыла включить музыку. Потому что, похоже, у нас сейчас будет играть в хип-хоп. Я хочу это посмотреть. Да. Потому что у нас сейчас будет играть этот, как его, Юрвинский рэпер Раптор. Ну, вы к ней сейчас тогда сделаем вот так, чтобы... Ой, нам дадут награду. Да. Вот и это. Так, на счет 3 вместе нажмем. Раз, два, три. Ничего себе. Ой. А! Ой-ой-ой-ой, куда, куда? Ничего себе. Опа, а у меня чего-то не уделяется. Сложно. Ну, мне сложно, потому что у меня новая лошадь. Она ухоженная и очень быстрая. Плюс еще подковки на нее дело. Тебе тяжело, потому что у тебя большой конь. Да, это точно. Надо было брать коня поменьше. Но мы не догадывались, что все так обернется. Ну, ладно. Но мазончик классный. Такой, знаешь. Да, но я скажу, что... По-моему... Ёлки, я хочу послушать мелодию, но я хочу болтать. Маршрут, который был устроен в Морланде, мне, по-моему, больше нравится. А, ну правильно, потому что там Линда, она специализируется на конкуре, а тут нет. Прикольная мелодия. Ну, я уже прошла, я тебя подожду. Послушаю мелодию с твоего компа. Да. Так. Классненько. Давай, Миша, прыгай через невидимые для меня препятствия. Я в тебя верю. И падай, просто падай. Да ладно? Я закончила. Давай, заберем наши наградки, будем кататься и сиять ими. Хотя, по сути, мы ничего героического не сделали. Прекрасный, Дарья, как будто ты и Лоствинд уже делали это раньше. Вообще-то да. Разумеется, для совершенства нет предела. Пока для отстранировки ты можешь приходить сюда раз в день. Возвращайся и пробуй улучшить свой результат. Пока. Говоря словами Раптора. Хей-хо. Ну, учитывая то, что... Всё, завтра уже эту тренировку берут. Мы просто, по сути, выполнили задание. Мы даже дали опыт. Можем пройти, конечно, ещё раз, чтобы прокачать наших ластадей. 125 опыта, кстати, дают коняхам. Кстати, нет, нормально. У тебя какой лаву конях? Ну, на этой именно четвёртой. У меня тоже. Систер прям вообще. Я пройду лично ещё раз, чтобы прокачать свою конях. Я тоже так думала. Потому что... Специально коня... Конять коня. Всё. Специально качать коня. А мы уже устаем. То есть, тяжело. Так. Я, пожалуй, замедлюсь. Я буду скакать не на полном галопе, а на просто... На обычном галопике. Потому что так проще проходить лично мне. Ну, мелодия классная. Прям нравится. Я думала, будет жёстче. И да, кстати, вот я очень радуюсь покупке новых магических лузитанов. Спасибо тебе, Миша, что приняла в этом участие. Просто твое присутствие помогло мне поделиться с названиями. Потому что я вообще не знала, как я хочу назвать. Вообще сложно было. А тут ты приехала со мной. Я сразу... Типа, это вишенька. А идею с ветром. Имя ветер. Ты мне подкинула. Кстати, ты пока бегала, ничего не заметила? Я вот только что заметила одну вещь. Тоже не заметила. Раптор стоит здесь. А рядом с ним на сеновале сидит волк. Так. А, да-да-да-да-да, кстати. Зачем это можно увидеть только, когда гонку проходишь. Классно. Неожиданно, кстати. Очень неожиданно. Я думала, знаешь, просто типа включил магнитофон. Всё. А тут он прям стоит сам. Да, ещё, кстати, нам добавили... Ой. Новое снаряжение. Но я не поеду специально показывать его целиком. Я просто вставлю фотографию, то есть вот этот комплект снаряжения, вот оно вставлено будет здесь, мне все устраивает, я даже, вот вы видите, на мне этот комплект почти в полном составе, я купила себе уздечку, я купила себе нагавки, вальтрап, так, нагавки, вальтрап, уздечку, да, я только седло не покупала, потому что я эти лохматушки не люблю. Так, у меня даже эта уздечка, по-моему, в рюкзаке где-то, в франциске, да, вот, вот я ее купила, вот такая вот симпатичная уздечка с узорчиками, кстати, такими узорчиками, прям узорчиками, но мне кажется, этот комплект хорошо смотрится на этом коняхе, такая зависла прям. Так, в общем, что еще у нас? Летнее солнцестояние продлится до 24 июня, напоминаю, что именно до 24 еще и магические коняхи, так что у нас у всех осталось две недели, чтобы либо накопить, либо купить эска и купить, наконец-то, этих конях, если они кому-то, как и мне, оба все-таки понравились. Так, так что сейчас мы идем рыбачить, пытаться, потому что я вообще не пропустила этот факт с этим прудиком, я просто пролистала мимо, что там можно что-то выловить. Ну, видишь, удачно наткнулась, так сказать. Ну да, я считаю, это очень весело. Так, ба-ба-баба-баба-баба, а я предлагаю поехать своим ходом. Давай. Своим ходом поедем, потом буду, правда, вырезать всякие молчаливые моменты, ну, чтобы просто время, чтобы видео было не слишком долго, а то... Ну, может, просто нам, например, где-то ускориться. Ну, я обычно не ускоряю, а вырезаю, потому что я, когда начинаю ускорять видео во время редактирования, все подвисает или вылетает. Потом, на следующей неделе, нас ждет что-то очень необыкновенное. У меня, правда, уже есть эссо, почему-то лагает после рэпчика, наверное. Не знаю, прям виснет. Что такое? А-а-а! У меня, кстати, хорошо, буду ли, не любишься. У меня? У тебя? Да, ты прям прекрасный, без каких-либо задержек. Ну, просто у кого-то мощный компьютер, у него хороший большой монитор, а у меня же старенький железненький, который, слава богу, еще вообще жив, ноутбук. Знаешь, я бы сама бы на самом деле еще бы ноутбук здесь не купила. Так, так вот, на следующей неделе, прям читаю с официальных источников. Эдди и Фердинанд, напоминаю, это лошадиная ярмарка, где старые модельки, очень, нет, даже не так, очень долго путешествовали вместе со своей лошадиной ярмаркой. Они устали постоянно переезжать с места на место и решились на некоторые перемены. А помогла им баронесса. А еще они нашли новые расцветки лошадей популярных пород. Подробности станут известны в следующую среду. Вот фраза подробности станут известны в следующую среду. Это значит, что в следующую среду нам скажут подробности, которые выйдут еще через неделю, или в следующую среду уже выйдет? Мне почему-то кажется, что просто добавят, ну да, может что-то добавят, плюс, скорее всего, что-то могут сказать. Ну, кто знает. Ну, обычно яркие подробности обновлений говорят уже во время обновления. То есть, видимо, выпустят в следующую среду что-то такое гениальное. Ну, посмотрим. Рассуждаю о том, что это лошадиная ярмарка, которая, как мы помним, переезжала каждую неделю в разные места. И каждый раз привозила одних и тех же лошадей. Ну, хотя нет, если вспоминать очень старые времена, то да, это была ярмарка, которая приезжала раз в две недели. То есть, неделю она есть, неделю ее нет. И каждый раз, в каждом месте она привозила с собой разных лошадей. И это был трэш. Потому что я помню сама лично, что если я хотела купить какую-нибудь старую модельку, нужно было чисто сидеть и ждать, когда она появится в каком-то конкретном месте. Потому что лишь в каких-то определенных локациях они привозили каких-то конкретных лошадей. Если я ничего не путаю. И вот же сидеть просто и ждать этого. Это был ужас. Но сейчас там очень много лошадей старых пород. Мне интересно. Вот пишут. Им помогла баронесса. Баронесса живет на виноградниках. На виноградниках и так уже недавно произошли изменения. Так что думать, что ярмарка остановится на виноградниках, маловероятно. Хотя, кто знает. Нет. Нет, на виноградниках уже точно ничего менять не будут. Потому что там недавно уже изменили детали кое-какие стоило. Если бы были действительно какие-то изменения на данной локации, то... Ты давно не была на виноградниках. Мы сейчас даже можем заехать. Там изменения были. Но не зданий. А помнишь стоило, которое там были, где продавались лошади? Вот их переделали. Они сейчас выглядят совсем по-другому. Они выглядят как в Нью-Хилкарсте. Вот. Мне кажется, просто будет сюжетная... Знаешь, цепочечка таких заданий, типа... Баронесса приходит... Точнее, нет. Мы приходим к Баронессе, потому что нам уже нужно задание получать. Опыт, точнее. Вот. И она нам говорит, что вот, Фердинанд и я долго думали, решили, что они устали от путешествий. Я им предложила свою помощь в обустройстве на одной территории. И мы, типа, должны будем просто там, знаешь, вот всякие такие мелкие заданицы выполнять. А в итоге где-то на карте будет место, где будет постоянно лошадиная ярмарка. Всегда. Ну, я так думаю. У меня, конечно, была еще одна идея, но она очень глупая. Что, типа, Баронесса помогла им устроить интернет-магазин лошадей. Зато, кстати, в любой момент зашел, купил. Было бы удобненько. Но это так. Больные фантазии. Вот. Так что, видимо, ежедневная ярмарка станет не ежедневной, а постоянной. Это было бы, кстати, очень-очень классно. Вот еще вот то, что они нашли расцветки новых, новые расцветки лошадей. Вот это прям вот, знаешь, вот слюна вот такая вот, как интересно, что там будет. Точнее, нет, я прям сейчас вставлю вот, пожалуйста, спойлер, который, возможно, и имели в виду разработчики под расцветками новых лошадей. Было бы очень-очень классненько. Так. Да, давай зайдем на виноградники, посмотришь. Потому что я-то тут тусуюсь чаще, чем ты. И увидишь какие-то тут изменения. Если это все-таки обновленные, вот, которые спойлер... Миша! Ты чего? Я застрелил. Уже нет. Сейчас будем вечно мигать, как эти... Как мигалки. Я не понимаю, мы сейчас едем в достаточно заброшенной местности. Пустой. Почему мы не дикие? Потому что... Стандартный ответ на вопрос, почему. Потому что... Лошадки местечко. Березы. Березовая роща. Да. Ему бы это место подошло. Ой, лагает. Я сама не понимаю, почему. Может быть, это то, что запись. У меня иногда такое бывает. Во время записи подлагивает. Та-дам! Пожалуйста. Новые стоила. Воу-воу-воу-воу-воу. Даже картонку добавили. Картонка тут давно стоит? Да? Да, картонка связана... Я не замечала. Картонка связана с цепочкой заданий. Ты их, по-моему, еще не выполняла. Наверное. Возможно. А может, и выполняла? Я уже не помню. Нет, так уже, на самом деле, давно тут не было, что ли. Уже не помнишь, что выполняла, что нет, да? Угу. В общем, теперь тут столько лошадей. Да. Не, слушай. И, кстати, смотри. Возьми ты делала. Бежево. Миша! А, нет. Простите, у меня немножечко глюкануло, по-моему. Я подумала вначале глюк. А в итоге я сама запуталась в обновлениях. Смотри, сюда переместили бежевого коня с этого... С форт Пинта. Который стоял в форт Пинта, его сюда переместили. Не, пока, сын не спрашивает. Или не этого. Они два почти одинаковых. Слушай, я... А у нас есть ситуация... Нет, они разные. Не надо. Не-не-не, я не про это. Какая ситуация? А, где у них грива? А, это прическа халтикинской породы. У них обычно всегда сбривают гриву подначисто. Да, это у них такая прическа. Вон, там же корешки есть. Посмотри, там... Ну, я-то не видела, но... А вдруг моделькой волос не прогрозилась? Не-не-не-не, всё правильно. Они два таких одинаковых. Ну, таких разных. Вот, кстати, я не знаю. Может быть, когда-нибудь вот этого куплю. Такой дымчатый, красивенький. Очень такой. А вот этого, кстати, я думала... Если я когда-нибудь, к примеру, оплачу... Или мне выдадут несколько игровых дней на один из моих аккаунтов, которая... Это... Как её? Аника, которая... Эрика, которая барби уши со Пегаса, то я думала... У неё там, кстати, эсканы копились. И она могла бы, наверное, купить этого коня. И сделать ему длинную гриву. Ну, потому что, да... Или я и Лузитана белую куплю. Вот, которая тоже здесь стоит. Ну, как по мне вот это вот... Высокие, стройные, худощавые, которые, да? Ну, может быть. В общем, вот такие вот тут измененияницы. Такие изменичные. Мне тут месяц не было. Сколько же тут не было тебя? Больше полгода, наверное. Ну, не-не-не. Хотя, может быть, кстати, да. Вот, я так и говорю. Так, секундочку. Я должна кое-что проверить. Всё, проверила. Рыбачить. Мы едем на рыбалку. Замечательно. Сегодня мне родители позвонят, спросят, Юля Ченка с этим сегодня занималась. Каталась на винограднике за венцом, рыбачила в деревянной тазике. Да? Ага. Угу. Вместе тоже. Замечательно. Я думаю, нас не так поймут. Нас? Да. Ну, ты купишь, но... На деле. Угу. Кстати, вот я сейчас катаюсь и вспоминаю Star Stable, каким он был раньше. То есть, со старыми текстурами. Ты их тоже, наверное, помнишь? То, что мы больше всего с тобой катались именно в тех текстурах. Ты приблизительно помнишь, как оно раньше всё выглядело? Ну, да. Тебе нравится то, что сейчас, вот, как есть оно? Ну, если смотреть... Знаешь, я на самом деле очень рада, что игра не стоит на месте. Угу. То, что выходит обновление, то, что, извините, да, модельки ландшафта обновили. Это классно. Это наоборот очень классно. Ну, вот моделька бы девушек, и я больше немножечко пробовала. Да, все мечтают, чтобы... Ну, ладно, не все. Никогда не говорю за все. Да. Большинство игроков... Ну, я даже знаю одного человека, который просто ненавидит своего персонажа. Он обожал её в старых моделях, то есть с очень длинной шеей. А сейчас он своего персонажа просто терпит. Просто терпит, потому что просто любимые лошадки. Шея очень короткая. Я бы... Ты помнишь, она была ещё короче? Да я так помню. Вот это забыть сложно. Но я бы всё равно бы чуть-чуть, вот самую малостью длинила бы, потому что... Ну, графика сама по себе, она бы тяжно улыбилась. Мне кажется, графика персонажей уже отстаёт от графики мира и графики лошадей. Да. И это очень заметно. Начнём ещё с того, что самые популярные прически, которые есть, были и, видимо, будут на персонажей, они старой модельки и с новой моделькой вот этого персонажа не ладится. Задняя часть прически как горб выглядит. И это всех бесит. Даже меня. То есть прическа сама по себе классная. Цвета классные. Но когда ты её одеваешь, у тебя на спине как будто горб гигантский. Ой, это, конечно, обидно. Лагает, правда. Вообще кошмарно лагает. Я не понимаю. Вот это место вообще тоже классное. Да, вот... Зелёное, сочное. Сочное. Зелёное, сочное. Да, знаешь, ещё грибочков не хватает. Таких маленьких. Чтобы росли под деревьями. Я мечтаю, чтобы в стартейбл добавили погоду. Дожди. Дожди, туман. Там, я не знаю, снег, чтобы наконец-то зимой был. Потому что, знаешь, вот обидно. Когда я начала играть года... Год назад. Год назад, по-моему, да? Два года уже скоро. Уже два года назад я начала играть активно в стартейбл. И всё. Как только я начала играть, снега в этом мире больше не было. То есть вот в прошлый год, до того, как я начала играть, зима была по всему Юрвику. А сейчас уже всё, нету. Это так обидно. Так. Предлагаю привязать лошадок пока что, потому что тут в основном всё нужно просто самими руками делать. Ну и просто они так красивенько стоят. Магически такие. Вы себя обзавидываете. Надо быть на позитиве. Тут мне ещё нравится, что на мероприятия такие начали ставить NPC. Просто вот они ставят. Вот мистер Кэмпбелл. Вот у меня по сюжетке мистер Кэмпбелл вообще фиг знает, где он свалил куда-то. Его там разоблачили везде и всюду. А тут ты к нему подходишь и можешь с ним болтать. И почему он... Ой, да-да-да-да. И вот эта улыбка прям... Кстати, вот магазинчик одежды тут. Ну, я хотела сказать, что вот написали, что если мы будем рыбачить, то мы сможем выловить... Сколько там написано? Десять вещей? Сосо меня выкинул. Это очень обидно. Поэтому я снова привязываю своего коня к коновязи и иду к вульгарно шагающей юляшке. Да. Так. Давай веночки вначале посмотрим. Венцы. Где венцы делать для лошади, а где для человека? Это для человека. И цветочки на цветочки. Где собирают цветочки? Конечно. Во, вот тут для лошадей. А где цветы собирают? А, цветы вроде здесь где-то собираются. Вот где-то тут ты ходишь? По-моему. Я не помню. Даже котик мне укнул. Ай, я не помню. Сложно. Ну просто задания вроде были. Тут надо бегать, собирать, находить цветочки. И можно будет делать. Классно. Тут все персонажи собираются. Даже вон тут главные лица. Главные персонажи вообще. А там же не написано, где цветочки эти собирать. Да ладно, что их собирать? Вон они вот, пока никто не видит, нарываем. Не, просто я пытаюсь вспомнить, как тут все это работает. Потому что когда эти задания, когда этот ивент появился, я вообще ничего не помню. Так. Нет, здесь вообще глюк и надпись. А-а-а! Миша! Тут карта! Тут на ящике лежит карта. И на ней показывается красным, где цветы, чтобы сделать для людей. Подожди. Синий, где наш? У меня тут есть квест. У меня здесь что-то покажет. Да, у тебя тут квесты есть. Потому что у меня, например, на такой карте не видно. А, ну тогда давай ты квесты сделаешь? Потому что, чувствую, сегодня мы будем рыбачить, 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 рыбабабабабабуль. Пока все не выловим. Ну а я тогда сейчас начинаю уже. Приходи порыбачить раз в день. Зараза! Ну ладно. Рыбачу. Я рыбачу. Я рыбачу. Тебе удалось что-то поймать. Мне удалось поймать сумку на лошадь. Сейчас. Она такая прям... Маршмеллоу как будто. Да. Не, подожди, я хочу... Летняя седельная сумка Сакуры. Летняя седельная сумка для пикника. Да, это новая вещь. Сейчас 16-ая. 17-ая, 18-ая, 19-ая, 20-ая, 21-ая, 22-ая, 23-ая. У нас неделя. Еще у нас 7 дней. Но я уже сумку вырыла. У нас обещание у нас. Если раз в день, то чем можно обожать. Ну, в следующем году можно будет купить. Ну, да, надо купить. Кстати, сумочка очень миленькая. Вот, я сейчас даже приближу. Она классная. Ну, тогда ты тут заданьки выполняй. Чтобы все там... У тебя же стройка, я так понимаю, да? Да, у тебя стройка. А потом вернемся, и я удивлю... Даже нет, я не удивлюсь. Я прям догадываюсь, что ты выловишь либо штанишки, либо кофточку, либо седло. То бишь, самое крутое, что вообще можно выловить. А я нет. С чего ты это решила? Да, потому что всегда так. Что один вылавливает серию то, с чего бы он хотел закончить. То бишь, с седельной сумки. То другой выловит то, с чего он хотел бы... Начать. Так что... Я не столь удачлива, чтобы... Ой, да ладно, да ладно. Так, ну, раз пока тут Миша носится строиться, я пойду проверю локацию с цветами. Чтобы потом уже точно знать, где их вообще идти и собирать. Итак, мы приехали. Сейчас будем искать, где вообще эти растения у нас растут. Потому что я вообще не помню, где, что, когда и почему. Ну, кстати, вот я комплекты, которые выбиваю иногда с мероприятий. То есть, вот всякие там, типа, обменяй, отдай, передари. Такие ежегодные мероприятия. И там ты за награды, как и сейчас, получаешь комплект амуниции, чтобы в следующем году их, к примеру, не покупать. И очень часто, то есть, вот я получаю комплект, и всё. Он у меня лежит в шкафу, и я его никогда не одеваю. То есть, просто для галочки, как будто. Скажи, кстати, а тебя раздражают вот люди в Star Stable, которые, допустим, одеваются во всё розовое? Нет, это их право их дело. Не, ну, не. Как бы я тоже, что я их право их дело, оно вот просто, вот, глаз не раздражает. Мне иногда просто вот прям вот, я и сижу, катаюсь там, к примеру. И привыкла, что мои соклобовцы, и вообще многие в Star Stable, предпочитают одеваться реалистично, потому что они не могут связать свою жизнь с лошадьми, и они хотят получать по максимуму реальность от игрушки. Поэтому и делают максимум всё, чтобы это было возможно. И когда я вижу человека, который сидит, допустим, на белой лошади, у которой розовые нагавки, розовый вальтрап, розовое седло, розовые бантики на хвосте и на голове, у человека абсолютно всё розовое, и очки, и прическа, мне становится немножечко не по себе. Ну, это нормально, как по-моему, не знаю. Я на это смотрю весна с такой, ну, со спокойной точки зрения. Ну, не знаю, ну, ходит и ходит. Если мне что-то не нравится, то я могу просто на это не посмотреть и отвернуться. Я не знаю, я как-то, у меня действует. Ну, свой взгляд на всё это. Да. Кстати, у меня такое чувство, что я сейчас нашла место, где будет стоять лошадиный рынок постоянно. Наверное. Я не уверена. Я могу ошибаться. Просто я сейчас катаюсь тут в полях, и я нашла место в полях. И знаешь, вот видно, что его раньше не было, потому что здесь везде были холмы, такие плавный переходящий ландшафт. А тут я катаюсь, и знаешь, так, хобана, резко ровная площадочка. То есть вот, смотри, она прям выделяется. А, ну, кстати, да. Вот она тут не просто так. Между холмами. То, что раньше мне казалось, тут как-то глажа всё было. То есть не глажа, наоборот, а холмистия. А тут прям вот, вот, знаешь, как в Симсе... Потому что как в Симсе вот проводишь, и серый выравнивание ландшафты, вот и тут как бы то же самое. Потому что я не помню вот этого выступа с землёй. Так, ну пока что я бегаю. Цветочков я не нашла. Видимо, они немножечко в другом месте. Интересно только, где? Бегаешь тут, бегаешь? В конях ещё качать надо. Я про своих. Ты как хочешь, а мне ещё своих потом качать надо. Не, я тоже покатала. Знаешь, самый из распространённых слух в Star Stable, что лошади первого уровня быстрее пятнадцатых? Ну, не знаю. Ну, в общем, когда ты покупаешь новую лошадь и садишься на неё, у тебя такое чувство, что она носится быстрее. И да, она даже обгоняет лошадей, которые пятнадцатые левелы с амуницией. С хорошей. Может, я просто перенезамечаю. Может быть, ну... Вот я иногда, у меня двоякое ощущение, потому что я покупаю лошадей. И такое чувство, что реально первые уровни быстрее носятся. Прямо вот быстрее-быстрее носятся. А с другой стороны, когда ты занимаешься выездкой с клубом, и у тебя первый левел, да, ты на него надел крутые подковы, амуницию, всё такое, ну, всё как надо, вот в этом случае он... Вот сразу видно, что он медленный. Это так сложно, и ты думаешь, качать, не качать. Ой, простите, качать, не качать. То есть, я сейчас могу не браться, а прокачку коня с первого уровня. А у тебя есть первые левелы? Да, у меня есть. Кто? Почему не знаю? Прошу прощения, но я не разбираюсь с этим местом. Я шаги. Для меня есть только Шайра. Тот гигант, которого мы тебе покупали, не магик? Да. Клейд. Клейд Десдали. Вроде так он называется. Слушай, ну я не знаю, где эти цветочки. Я бегаю, понимаешь, ищу, и петки. Они точно там? Ну, на карте показано, что для лошадей вот они где-то в районе виноградников. знающий всегда найдет, но я не знающий, я найти не могу. Может быть, надо искать не вокруг виноградников, а именно на территории виноградников. Сейчас посмотрим. Потому что, если они сейчас окажутся, что они просто растут вот вокруг здания винодельни, я... у меня челюсть попадет. и начинает сорвать цветы оттуда. Не, я думала, ты скажешь, знаешь, так, я думала, подойдет такая девочка к винодельни и начнет как ненормально окапываться вокруг этой винодельни, желательно делая подкоп. Такой дяденька-аханик, дамочка, а что вы тут забыли? и ты такая, типа, а я цветочки ищу. У меня карта. Да, есть. Не, у меня тут полная курица. Я... Я тогда копил еще. Да. Очень вкусный сук. Пейте, дейте мультифрукт, будете здоровы. Да. Так, ищем. Да? Да. Ну, ну, это если... Гранату, кстати. Гранату, да. Я раньше его, кстати, терпеть не могла. Честно, вот. Так. Мама писает все такой чат, скажем. Не, ну, не писает же в общий чат, где цветы. Хотя, мне такое чувство, что сейчас я этим буду заниматься. Потому что где? Я специально на карту посмотрела. вроде бы все здесь. А может быть на холме? Ничего страшного. В общем, если я нигде не найду, придется писать в чат. гильда, держите. Гильда? А че гильда? В гильде в ССО никого нет. Онлайн только мы. Не, ну, в чат именно. А, ты имеешь ввиду в ВК? Да. Спасибо за идею. Знаешь, ротополья устроимся, собираем цветы. Как говорится, в армии иной раз приходится траву красть. Ну да, конечно. Ну вот. траву собирать. Да, траву собирать. Цветочки. Цветочки, цветуечки. Не, ну серьезно. Это уже не смешно. Где цветочки? Я вроде бы топографическим кретинизмом не отличаюсь. Ну, это я. Чего? Ты отличаешься? Ой, не думаю. Так, нету. Ты знаешь, я не вижу нигде. Что значит? А почему, кстати, есть разница, где собирать цветы для головы, а где собирать цветы для лошади? Сравно нужны одни и те же. Я не знаю, что, но у меня, короче, тут проблема. Итак, проразившись почти целый день, обижав все вдоль и поперек, не найдя ни одного цветка, появился чувак из клуба, который показал, что на каком-то выступе, на каком-то холмике есть цветок с заданечком. Один цветочек, Карл! И в итоге мы сделали... Ты сделала себе венок? Да, вот он, как раз. Ну, в итоге мы сделали одинаковые веночки, и мне вот интересно, получается, нужно каждый день заходить, каждый день разные цветочки, а есть, интересно, венок, в котором все цветочки? сомневаюсь, потому что меня же выкинуло, значит, сбрасывается. Значит, нужно просто заходить каждый день, а у нас осталось семь дней, и там, по-моему, семь цветочков как раз, типа на каждый день недели, то бишь, у нас осталось семь дней, мы успеем собрать все цветочки. Так что, вот такие вот долгие побегушки с сеструшки. Да, Миша побежала спасать свое имущество от своего же кота, от своего сынку. Так что, спасибо, что вы были с нами. Спасибо большое. Ставьте лайк, если вам понравилось, что мы катались вдвоем, потому что это впервые, когда мы столько бегали вдвоем. Для меня это вообще не связано что-то с видео. Да, это первый раз, когда моя сестра целиком и полностью в видео. Так что, если вам понравилось, как мы носимся вдвоем, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось, вы хотите еще видео с Мишкой, и только с Мишкой, и тогда, может быть, мы будем придумать какие-то видосы не про обновления, а просто какие-то покатушки снимать. Вот. Так что, всем спасибо за просмотр, с вами была я, Даналия, и моя сестренка Мишка. Мишка. Всем пока, удачи вам.